В это воскресенье отмечают Всемирный День Здоровья. Почти 600 тысяч у врачан прошли в прошлом году диспансеризацию. Каждый третий здоров, остальных направили на лечение. За профилактикой, говорят врачи, будущее. Потому медики советуют обращать на себя внимание. Отдышка при ходьбе, неестественного цвета родинки, шум в голове и даже отсутствие аппетита, верные звоночки, чтобы проконсультироваться с доктором. Ко Дню Здоровья собрали для вас все, что нужно знать о диспансеризации и профилактике. Ноги сильно болят. Болят, отекают. Отекают. Болят при ходьбе. Да. Каждый второй угорчанин страдает от гипертонии. Анна Струналь о своем диагнозе знает. Потому приемы кардиолога не пропускает. Ведет дневник давления, пьет по назначению лекарства и обязательно проходит чекап. Хотелось бы жить еще. У меня внучата маленькие. Они говорят, бабушка, ты самая лучшая на свете. А если тебе будет сто лет, ты не помрешь. Я говорю, да надеюсь, буду жить. Надо, говорю, еще вас выдать замуж, женить. Дело сердечных целителей уверены. Болезни их профиля можно и нужно предупреждать. Особенно северянам. Климат, отсутствие витамина Д и солнца располагают к развитию атеросклероза. А еще генетика, возраст, питание, сахарный диабет, лишний вес и вредные привычки. В случае с кардиозаболеваниями их можно диагностировать на ранней стадии. Нужно проходить периодически УЗИ сердца, УЗИ сосудов шеи, кардиограмму как минимум, сдавать анализы. Очень много сейчас про холестерин мы говорим, сами рассказываем. Многие поликлиники школы здоровья проводят. То есть все это делается для того, чтобы пациент знал о своем здоровье. Две ситуации. Одна ситуация экстренная, то есть рецидивирующая боль в грудной клетке, чувство страха, потливость. Это скорая помощь. И ограничение, снижение выносливости к физическим нагрузкам. Это скорейший визит в поликлинику к терапевту или кардиологу. Чтобы посмотреть проходимость тех же коронарных артерий, не обязательно лежать в больнице. Не обязательно должна привести скорая помощь. Есть другие методы, очень точное обследование. Есть компьютерная томография с контрастированием сосудов сердца, которая позволяет на 100% исключить наличие атеросклеротических бляшек. Еще один тихий диагноз, который можно выявить на ранней стадии – рак. Онкологи говорят, если вас ничего не беспокоит, это вовсе не значит, что не нужно проверяться. Лидирует в рейтинге онкозаболеваний рак кожи, молочной железы, толстой кишки и легких. Опухоли, как правило, растут молчаливо. Никак себя не выдавая до третьей-четвертой стадии. 37 тысяч югорчан сегодня состоят на учете онкологов. 60% из них имеют первую и вторую стадию с положительными прогнозами. Она, естественно, легче поддается терапии, и врачи ставят вопрос не о сохранении жизни, а о ее качестве. Выявить онкозаболевание врачи сегодня могут во время стандартной диспансеризации в поликлинике. Статистика говорит, среди работающих людей, как правило, у всех они обнаруживаются своевременно. А вот пациенты, которые закончили свою работу в районе с 55 до 70 лет, они почему-то считают, что все, обязаловка кончилась, и люди, которые чувствуют себя хорошо, что никуда ходить им не надо. Вот в этой группе больных, к сожалению, приходят пациенты, у которых уже стадии заболевания могут быть и третьи, и, к сожалению, четвертые. Кроме стандартного набора анализов, которые можно сдать в поликлинике, онкоцентр периодически проводит и свои. В дни открытых дверей любой югорчанин может приехать и пройти онко-чекап, чтобы знать свой статус. Как вы относитесь к диспансеризации? Проходите ли вы ее? Положительно отношусь и прохожу. Слежу за своим здоровьем, помогаю. Это же как профилактика. Нужно это делать? Как считаете? Наверное. Но я не люблю это делать. Не часто, да? Ну и вдруг что найдут. Чтобы раньше срока ноги не откинули, как там выражаются. Во-первых, зубы полечили людям, да, зубы проверили. Это одно из важных. А чтобы у всех было все нормально, нужно, наверное, сделать ФГДС или, ну, проверить желудочно-кишечный тракт. Тогда, потому что это все как бы взаимосвязано. Впрочем, начинать поиск болезней врачи рекомендуют не с гугла, а с терапевта по месту жительства. Система медицинской помощи предполагает, что раз в год каждый югорчанин может прийти в поликлинику и пройти стандартный перечень обследований. Расширенную диспансеризацию проходят те, кто перенес ковид. Нововведение этого года – обследование будущих родителей. Ольга Придоха, Алексей Шахмаев, телеканал «Югра». И это больше, чем новости из Сургута.